Всем привет, с вами Тария, и добро пожаловать в новое видео, и давайте сегодня с вами поговорим о кип-поп стандартах красоты. Да, некоторые вещи вам придется уметь и вам придется принять, если вы хотите приблизиться к этой сфере. Ну, либо же просто улучшить себя, потому что в некоторых моментах, да, это может положительно сыграть для вашей повседневной жизни даже. А в некоторых моментах вы сможете понять, чего делать не стоит. И, конечно же, задав свое мнение по поводу всего этого, пишите в комментариях, это очень-очень-очень важно, и еще это помогает для продвижения роликов. Ну, и да, если что, еще некоторые интересные вещи есть в моем инстаграмчике, и там еще также есть красивые фоточки. Ну, а я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну, а мы начинаем! Ну, и как вы, скорее всего, знаете, кип-поп стандарты, это вообще вещь довольно такая субъективная и странная. Что тут можно отметить? Это то, что айдолам, в принципе, что-либо запрещается делать со своими волосами. Да, подразумевают волосы на голове. Они не могут их самостоятельно перекрасить, постричь, что угодно. С ними сделать, что изменит их внешний вид, потому что это может делать только компания. И сколько угодно можно ходить к руководству и говорить, ну, пожалуйста, ну, дайте мне постричься, ну, дайте мне погрузиться, ну, дайте мне что-нибудь сделать, я хочу измениться, мне надоело. Компания ничего не разрешит сделать, потому что, видите ли, они предпочитают что-то менять в айдолах только тогда, когда у них там, например, камбэк запланирован. Во все остальное время будьте, пожалуйста, такими, какие вы есть. Если этого не требуют, ну, например, какие-то специальные рекламные кампании, когда агентство уже заботится о том, чтобы привести айдола в порядок, и его волосы, собственно, тоже. Но есть еще такая вещь, как волосы на теле. Вот с ними агентство, наоборот, заставляет бороться. То есть, обычно это все дело обрабатывается лазером, начиная от подмышечных впадин, по рукам, по ногам, в общем-то, везде, где есть лишние волосы, они удаляются лазером, чтобы, так скажем, не росли. Чтобы это все не было видно, и чтобы максимально вот избавить айдолов от вот этих вот лишних вещей. И такая же история с бровями, например, это то, что многие не любят такую историю, но айдолам полагается вот немножечко подбревать брови. Не выщипывать, guys. Потому что многие люди, когда речь заходит о коррекции, сразу представляют вот пинцет какой-нибудь или же воск и выдирать нафиг эти волосенки из бровей. Но, если вы выдергиваете волосы из своих бровей, вы хоть чем их мажете, они у вас густыми, нормальными, естественными, обратно не отрастут. Это можно заметить по любителям несколько лет назад, выщипывать такие вот туненькие дужки себе, либо же избавляться от них полностью и как бы рисовать. Если человек их выщипал, то все, до свидания, брови. А вот наоборот, чтобы сделать нормальные, приличные брови и при этом, чтобы в любой момент можно было спокойно отрастить обратно все, что было убрано, есть специальная бритва. Вот такая. Да, используется не та же бритва, которую можно применить для подмышек, для ног и для всех других частей тела. Используется вот эта. Это специальный триммер для бровей. Да, вот это все можно подправить, скорректировать, кому это требуется. Так что, да, это вы тоже можете добавить в свою жизнь, если вы хотите подправить свои брови, потому что, да, вы их не вырываете, вы не удаляете волосяные луковицы. Все окей, все прекрасно, волосы отрастут обратно. Если вы где-то случайно перебрили, просто подождите, они вырастут обратно. Далее, что касается прочих вещей, вроде, например, татуировочек, либо же пирсинга, это то, что айдолам всегда приходится спрашивать у агентства, могут ли они сделать пирсинг, либо татуировку. Потому что, если это не входит в программу следующего какого-то концепта, следующего комбэка, то компания, конечно же, запретит это делать. Компания запретит что-либо менять, потому что зачем? Все и так прекрасно, все и так окей, не надо ничего вот добавлять. Ну и также, да, некоторые бренды не хотят сотрудничать с айдолами, у которых, допустим, много татуировок. И они прям противятся этому, потому что они за вот такую классику, они предпочитают чистое тело. Также это может негативно влиять на тех людей, которые помимо айдольства хотят заниматься актерством, потому что актерам полагается иметь чистое тело, чтобы никому потом ни чьи татуировочки замазывать не приходилось. Потому что пирсинг, в принципе, можно снять, и это в большинстве случаев будет незаметно ни для кого. Татуировки придется замазывать, и очень часто это дело не особо легкое. Поэтому, да, айдолам обычно рекомендуется не делать ни татуировок, ни пирсинга, если агентство того не разрешает. Но также вы можете заметить, что сейчас у ряда айдолов чаще всего девушек появляются какие-то маленькие татуировочки, либо же татуировки на местах, где обычно не видно. В таких ситуациях компании обычно такие, ладно, пусть будет, неважно, никто об этом не узнает. Главное, вот, скрывай. И похожая история была с Чимином, когда многие думали, что у него вот просто переводная татуировка, а на деле она оказалась настоящей. Да, она просто там, где обычно никто ничего не видит. Далее, что касается зубов. Что можно сделать с ними, помимо того, что если у кого-то они не особо ровные, то айдолы носят брекеты. Помимо отбеливания зубов, некоторые айдолы прибегают к ламинированию зубов. Да, ламинировать можно не только бумаги и волосы. Ламинировать можно и зубы. Это такая процедурка, когда зубы немножечко стачиваются, а сверху на них наносится специальный состав, и они становятся такими вот прекрасными, белыми. Да, собственно, то, что вы видите, когда у айдолов очень белые и ровные зубы, с большой вероятностью, это не их зубы. Это как раз-таки либо ламинированные зубы, либо это виниры. В таких ситуациях некоторые айдолы отказываются, потому что ламинирование зубов – это процедура для них неполезная. И таким образом, как бы человек после того, как прекратить все это делать, велика вероятность, что его зубы просто разрушатся, они будут в плохом состоянии. Потому что это нужно делать постоянно, как только вы начали. Ну и также постоянное отбеливание тоже процедура не особо полезная. Поэтому это обычно делается раз в какое-то время. Что касается айдолов, то это делается как раз-таки перед камбэками, чтобы они выглядели просто щикоблеск. Мейкап. Кто же красит айдолов? Нам. И я сейчас, наверное, кому-то тайну открою. Но многие айдолы обязаны уметь наносить макияж. В принципе, все айдолы обязаны наносить макияж себе в том плане, что есть какие-то непредвиденные случаи, когда не задействуются никакие там стилисты, мейкап-артисты и все прочие люди, которые могут с этим помочь. И айдолу обязательно сделать макияж самому себе, самостоятельно, своей собственной косметикой. Поэтому косметичка их обязана быть не пустой, а наполненной базой, средствами вроде, например, какого-нибудь там кушончика, тенюшек под водки, там помады. И все будет прекрасно. Ну, как бы карандаш тенет для бровей, кто чем пользуется. Чтобы привести себя в порядок, когда вдруг появляется что-то такое вот непредвиденное, например, нужно куда-то там отправиться навстречу какую-то и как бы вот так вот привести себя в порядок. И также подобная история с одеждой и обувью. У айдолов, у стажеров тем более, обязана быть своя одежда и обувь. И они обязаны уметь сами ее сочетать между собой, чтобы выглядеть привлекательно. Потому что, да, опять же, может нарисоваться неожиданная встреча с каким-нибудь человеком, связанным с агентством, с каким-нибудь спонсором, мало ли. Потому что ситуации бывают разные, в общем-то, может быть назначена какая-то встреча, а никакого стилиста специальной компанией вызывать не будет. Соответственно, айдолу придется самостоятельно одеться, обуться, накраситься, чтобы все это было гармонично и просто прекрасно. Так что, если вы тот человек, который думает, что, ой, да зачем вообще стилисты все делают, то нет, самое время позаботиться о себе самостоятельно, а не ждать, что это за вас будет делать кто-то другой. Ну и давайте такая вот финалочка очень интересная. Так как сейчас в кей-поп больше продвигают вот тех людей, которые такие S-Line, то есть есть вот здесь и есть вот там, то, так как это есть не у всех айдолов, они носят специальные накладки. Что вот здесь, что вот там. И очень забавные трусишки, вы можете нагуглить такие на Алиэкспрессе, они там есть. И вот это, это просто пуш-ап. Вот там это тоже в некотором смысле пуш-ап. Такие трусишки, шортики есть. И это многих, конечно, спасает, потому что, опять же, это незаметно сверху натягиваются вот эти вот черные шортики, либо там какие-нибудь, допустим, джинсы, прочие предметы гардероба. И никто ничего не знает. Все вроде бы прекрасно. Все раскрывается в тот момент, когда айдола видят вживую и понимают, что у него на самом деле не тут, нет, не там, нет. Забавная ситуация. А, и вот тут я вспомнила еще один момент. Это то, что многим людям вырабатывают комплексы. Линзы. Увеличивающие. И в чем же тут комплекс то может быть? А это то, что человеку приходится, айдолу, постоянно носить вот эти вот увеличивающие линзы. Во-первых, это не всегда комфортно, потому что могут слезиться глаза, могут чесаться глаза, и все в таком духе. Они могут уставать, они могут краснеть, болеть и так далее. А во-вторых, это то, что, когда человек снимает эти линзы, он выглядит в них иначе. И ряд айдолов говорят, что они не могут себя принять, когда они без этих увеличивающих линз. Потому что, когда они в линзах, у них такие большие распахнутые глаза. Когда они без линз, у них маленькие обычные осядские глаза. И они такие, нет, мне нравится быть в линзах, они хотят постоянно быть в этих линзах, но это очень плохо сказывается на здоровье их глаз. И таким образом, да, вот такие вот странные стандарты. Будь добр, называется, побриться везде, кроме головы, подправить свои брови, уметь сам накраситься, одеться, привести себя в порядок, наделать себе тут, там. И также линзы. И все. Ты можешь отправляться куда угодно, и все будут тебя любить, обожать, потому что ты прекрасный айдол. Да. Ищу зубы. Конечно же, отбили. Ну, а какими из этих моментов могли бы воспользоваться вы, либо же вы уже пользуетесь, например, возможно, вы носите линзы увеличивающие, либо же пуш-ап, ну мало ли. Либо вы тот человек, который сейчас занимается тем, чтобы подобрать себе собственный стиль, и научиться правильно одеваться, правильно краситься, чтобы вам в первую очередь это нравилось. Конечно же, пишите обо всем этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать и все это в своем посадить. А я вас всех очень сильно люблю. До всего, когда мы увидимся. До новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok